Приветствую вас, дорогие мои друзья, дорогие мои зрители. Сегодня продолжение видео о моих аутфитах на неделю. Я в прошлой неделе не снимала, потому что у меня некогда было. В общем, короче, в этой неделе решила снять. И покажу вам, что я буду носить на этой неделе. Вернее, скажем так, носила бы на этой неделе, потому что мы по-прежнему работаем из дома. Но мы выходим на 2 раза в неделю в офис, и 3 раза в неделю мы работаем из дома. То есть вот такой вот у нас будет график. Вот, поэтому 2 раза в неделю я буду ходить на работу, а все остальное время я буду дома. Но я думаю, что раньше или позже мы все равно вернемся на полную неделю, на 5 дней. Поэтому вот мои аутфиты никуда не пропадут. А в крайнем случае я буду их использовать 2 раза в неделю, ходя на работу. Все, давайте смотреть. Так, по традиции я выкладываю все сначала на кровать, показываю вам, потом показываю на себе, а потом верхнюю одежду. Вот такая вот юбка плесированная, немножко с таким блеском. Это у нас понедельник, серый день, понедельник серый день будет у нас, серо-голубой. Джемпер вот такой вот, с такой оторочкой, как будто бы из кружева такого, но в общем не кружева. Тоненький, довольно тонкий. И в качестве украшения я надену вот такую вот цепь. Мне кажется, очень подходит сюда. Сейчас я ее разложу красиво. Ну вот так, как-то вот так. Золото. Бусинки голубенькие по цвету. Не винтаж, не секонд. Купила просто в магазине обычно. Красивая, видите, какая интересная. Стоила сущие копейки. Долларов 7-8, что-то такое я отдала за нее. Новая она у меня относительно, видите, какого хорошего качества, такая цепь красивая. Посмотрю, как это будет выглядеть вместе. Примеряю вместе с вами, как всегда, вы знаете. Поэтому не всегда, не всегда получается сразу хорошо. Погода у нас такая, знаете, то вдруг становится жарко, прям жарко, там 20-18 градусов, потом вдруг становится 10-8. И, в общем, так что все еще мы в свитерах. Ну, может быть, не в таких уже теплых, как зимой. В свитерах, в плащах, в ботинках. В общем, пока еще летней одеждой мы не балуемся. Для вторника я выбрала, кстати, похожий на предыдущий, только цвет другой. Тоже блестированную юбку. Вот такого интересной такой расцветки. Она сине-красно. Здесь что-то даже черное. В общем-то, светло-розовое. Это такой бледно-розовый цвет. Так на видео не видно. И вот такой вот тонкий, но шерстяной розовый свитер. Кстати, оба из Банана Репаблик. И юбка, и свитер. Из магазина Банана Репаблик. Он, видите, как-то сливается с покрывалом, но он вот такого вот красивого, нежно-розового цвета. Очень приятный, пушистенький. Как украшение я решила надеть вот этот вот бусы такие, знаете, с кулоном. Это тоже из Секонда. Но я не думаю, что это винтаж. Они продаются в наших Секондах. Что-то это такое... Затрудняюсь сказать, но это... Я не думаю, что вообще похоже это на коралл. Но я не думаю, что это настоящие камни. Это что-то... Совсем не знаю, что, девочки. Очень что-то этническое. Откуда это привозят? Очень похоже на что-то такое африканское. Застежка такая, вот крючок. Никаких опознавательных знаков. Но мне нравится такое, знаете, такое этническое творчество. Вот эти вот крошечки здесь каких-то камней. Не знаю, камни, пластик. Ну, в общем, интересное такое украшение. И подход, по-моему, вот к расцветке юбки. Видите, красно-синее перекликается. И, в общем, довольно яркое к юбке подойдет. Для среды я выбрала платье из Массима Дути. Вы, по-моему, я вам его показывала вместе с какими-то своими покупками. Когда-то я его покупала. Может быть, в прошлом году. Не в этом сезоне. Зеленое, красиво, бутылочного цвета зеленое платье. Такое не очень зимнее, не очень летнее. Вот такой средней толщины. Видите, такая ткань. Ну, в общем, как раз на весну или на осень. Оно очень довольно простое платье, без затей. Но у него здесь вот пришит такой пояс, который можно завязать спереди или сзади. И, в общем, получается красиво. Так, украшения я решила надеть вот такие вот серьги. Они, конечно... Кстати, из Ичинэм. Тоже за три копейки купила. Они, конечно, очень театральные. Очень такие костюмные, да, что называется. И, в принципе, я иду на работу в них. Но ничего страшного. У нас нету каких-то особых таких запретов по поводу украшений. Тем более, что, ну... Да, они, в принципе... Такие яркие. Но поскольку платье однотонное и без всяких вот узоров, то вот такие вот серьги... Единственное, что они довольно тяжелые. И вот если так вот идти на целый день на работу, я не знаю, высяжу ли я в них целый день, не отвалятся у меня в них уши. Но посмотрим. Красивые серьги. Очень редко их ношу. Прямо очень. Потому что очень обязывающие. Очень редко к чему подходят. Четверг. Четверг у нас, получается, голубой день. Вот такой пиджак, короткий, в клетку. Под него я надену вот такой вот черный топ. И скомбинирую вот с такими вот... Пиджак из Zara. Блузка из Zara старая. И посмотрю, если в нее влезу. И скомбинирую вот эти брюки из Massimo Dutti, которые я купила в одном из наших аутлетов. Там долларов за 10, наверное, честно. Такого очень необычного, красивого голубого цвета. Поэтому я их до сих пор ни разу не надела. Потому что цвет очень такой, знаете, обязывающий. Но, по-моему, с этим пиджаком по цвету очень подходит. Но примерим. Опять же, тоже не примеряла. Я не знаю, как совпадут они по... Ну вот, пиджак короткий. Если был бы длинный, то не вопрос. А пиджачок коротенький. Поэтому могут быть проблемы. Ну, примерим, посмотрим. И украшение я решила надеть. Вот такие вот у меня есть бусы. С такими голубыми прозрачными камушками. Не камушки, это пластик, конечно. Но такие, знаете, как кристаллики. Вот такая здесь штучка. Ну, в общем, тоже посмотрю, если оно подойдет все вместе к этим штанам, с этим пиджаком. Если будет хорошо вместе смотреться. Примерим. И пятница. Традиционно джинсы. И вот такой красный свитер я решила надеть. Вы видели меня в нем. Я записывала вступление. Вот. И вот так вот. Померю тоже, как это будет хорошо. Потому что свитер короткий довольно. Но джинсы довольно на высокой посадке. На высокой талии. Так что посмотрим. Еще у меня есть такое я хочу надеть в качестве верхней одежды. И как бы верхней одежды и не верхней одежды. Такой длинный пиджак. Черно-красный в клетку. Чтобы как-то так собрать это все. И если свитер окажется короткий, то я могу быть в пиджаке. Ну и вот как украшение я надену. У меня есть вот такая вот цепь. Мятая такая большая, тяжелая. И вот такие вот серьги. Которые очень, по-моему, к ней подходят. Кстати, серьги купила совсем недавно. Цепь у меня давно. А серьги вот нашлись совсем недавно в одном из наших магазинов. Купила. И вот они удивительно просто подходят по фактуре, по цвету, по всему. К этой цепочке. Я ее люблю. И серег у меня к ней не было. Ну я носила ее без серег. Просто с какими-то маленькими золотыми сережками. Вот сейчас у меня есть к ней серги. Какая удача. Так, девушки. Сегодня снимаемся в таком формате. У меня дома приехал сынок из университета. И он с собой занимает все свободное пространство. Поэтому я забила свою спальню. И тут возле зеркала снимаю себя. Значит, да. И плюс, если вы видели, наверное, у меня на вступлении, когда я снимала, у меня тут всякие неприятности на губе. Весеннее обострение, что называется. Очень редко бывает, но бывает. Пардон за такие подробности. Но поэтому я себя особенно близко не хочу снимать. Ну вот такой первый день. Мандей. Понедельник. Юбка. Потенки черные вот такие обычные я надела. Просто из ткани. Подошел до цвета рук этой юбки. И по цвету, и по длине. Как-то вот так вот я его подняла. В общем, по-моему, получилось неплохо. Вполне себе ничего. Как верхнюю одежду я решила надеть вот такое вот у меня есть пальто. Оно из такой ткани. Как будто бы, знаете, как пальтовая ткань. Без подкладки. Тоненькая такая. Как будто бы просто пиджак, но длинная. И оно еще завязывается на пояс. Сейчас покажу, завяжу. Вот так вот, когда оно с поясом. Это такой, знаете, как пальто-халат. Из просто такой, видите, толстой такой пальтовой ткани. Из пальтовой такой ткани. Из зимней такой, знаете, как будто бы пиджак. В полоску. В тонкую, в тонкую белую. В темно-синю, в тонкую белую полоску. И сумка у меня будет вот такая. Просто обычная черная сумка. Вы ее видели у меня. Она подходит к этим ботинкам. Она подходит ко всему аутфиту. В принципе, вот. Ничего особенного. Но такой. Скромный, элегантный образ на понедельник. Так, девушки, аутфит вторника. Вот такая вот юбка. Я вам ее показывала. Вот такой розовый. Ой, у меня как-то отсвечивает свет из окошка. И плохо видно, наверное. Я постараюсь. Надела я вот такие розовые ботинки. И знаете, что я не очень всем довольна. Потому что у меня... Я думала, розовые ботинки будут хорошо с розовым свитером. Но здесь вот эта вот красная полоса. Она как-то спорит, по-моему, с этими яркими розовыми ботинками. Не знаю. Может, это не самый идеальный аутфит. Но уже как бы... Ладно, оделась и оделась. Может, сюда надо было что-то другое. В принципе, но... Не буду уже переодеваться. Останусь так, как есть. Но вот это украшение, по-моему, совсем неплохо совпало. Подошло к этой юбке. Вот. Ботинки немножко ярковаты. Но ничего страшного. В принципе, по-моему, неплохо. Как верхнюю одежду я надену... У меня есть такой плащ под кожзам. Вы, наверное, его много раз видели на мне. Я его носила часто. И часто в нем хожу по магазинам, снимаю. Очень его люблю. Он тоже застегивается на пояс. В принципе, его можно завязать. И будет... Такой он будет закрытый. Но я сейчас не буду. Покажу вам вот так вот в растековом виде. Так как я его буду носить, скорее всего. И вот эти ботинки. Значит, он немножко такой бордового цвета. Поэтому мне кажется, что он как-то перекликается с розовым. И вот такую сумочку маленькую решила взять в руки. Но тоже как бы она не совсем по цвет ботинок. Но, в общем, по цвет свитера. Ну, что-то такое. Короче, может быть, не самый мой удачный образ за все времена моих примерок. Но, в принципе, ничего страшного. Не самый, может быть, удачный, но не такой уж и плохой. Так, девушки, аутфит среды у нас получается, да? Да. Зеленое платье из Массима Дути. К нему я надела вот такие вот зеленые атласные ботинки. В цвет очень яркий. И они очень подходят в цвет к сумке, которую я сейчас вам покажу. Которую я возьму с собой. Вот эти вот серьги, значит, я надела их. И хочу сказать, что они, конечно, довольно тяжелые и не очень удобные. Потому что они еще, кроме того, что они тяжелые, они как-то вот так вот двигаются. И, в общем, это не ахти как удобно для того, чтобы сидеть у них на работе целый день. То есть, они, конечно, больше такие концертные выходные, которые можно... В них можно там, не знаю, несколько часов пойти в ресторан, посидеть или на каком-то концерте. Ну вот, вот такой вот аутфит у меня получился. Очень люблю это платье Массима Дути. Массима Дути симпатичная. Вот взяла вот эти вот, надела вот эти яркие ботинки к нему, чтобы... Ну вот по цвету. Вот такая вот я. Вот такой я человечек. Все ношу в тон. Вот эту сумку возьму. Видите, как она подходит в тон очень к этому, к этим ботинкам. И все такое вот зеленое. Платье зелено-бутылочное, а сапоги и ботинки и сумка такие ярко-зеленые. Вот такой вот зеленый наряд. В качестве верхней одежды я решила надеть просто бежевый, такой светло-бежевый молочный плащ. Пыльник, тренч, как это называется. Потому что к этим ярким зеленым аксессуарам, ботинкам и сумке, в общем, ничего такого яркого особенно больше не надо. Но светлый плащ, он как-то оттеняет темное платье. И, по-моему, вот выглядит неплохо вместе. Это у нас аутфит четверга. Брюки, черный топ и такой вот коротенький в клеточку жакет. Черные ботинки снова я надела, потому что они подходят к топу. И вот такой вот аутфит. В принципе, неплохо. И взяла я ту же самую черную сумку. Решила я не брать, не надевать ничего сверху. Потому что, в принципе, сейчас такая погода, что жакет, вот такой вот жакет, он вполне, может быть, достаточно для того, чтобы выйти в... Ну, выйти, сесть в машину, доехать до работы и выйти из машины и дойти до ровно четыре шага до входа в билдинг, в котором я работаю. Ну, вот такой вот образ. Синие брючки от Массимы Тути. Черная сумка, черные ботинки. И вот такой вот пиджачок, коротенький пиджачок, которые сейчас очень-очень вошли в моду. Ну, что ж, девушки, мы добрались до пятницы. Джинсы, красный свитер, цепь. Надела я те же самые ботинки черные с каблуком, на каблуке, вернее. Потому что вот эти джинсы, такие трубы, они, в общем-то, лучше выглядят, когда я на каблуках. И вот так вот выглядит этот свитер с джинсами. Но я приготовила, вот здесь у меня, видите, висит такой жакет-пиджак, который я надену сверху. Ну, во-первых, потому что очень уж узкий вот этот вот топик, как-то немножко облегает меня слишком. А во-вторых, ну, для тепла и для красоты, так скажем. Такой вот у меня пиджачок, типа а-ля Шанель, в кавычку, без лацканов он и черно-красный, в такую куриную лапку. И вот взяла я эту сумку, наконец-то цепи подходят под цепь, которую я надела на шею себе. И вот такой вот у меня получается аутфит с пиджаком, с длинным джинсом. В принципе, по-моему, выглядит неплохо, тепло и удобно. Все, дорогие дамы, вот такое у нас сегодня получилось видео. Прошу меня простить покорно за технические неполадки, так сказать. Ну, бывает что делать. Люблю, целую. Всем привет из Канады. Увидимся в следующем видео. Пока, бака, бай!